Прежде чем поставить наше фьюзинговое изделие в печь, мы, конечно же, должны его сначала сделать. То есть, вырезать стекло для него. Для этого нам нужен стеклорез и плоскогубцы. Мы берем обычные плоскогубцы и необычный стеклорез. Стеклорез желательно художественный, для художественной резки. Он имеет вот такую необычную форму. И когда мы режем колесико для резки стекла, которое непосредственно касается стекла, мы его видим. Мы видим, куда ведем стеклорез. Итак, плоскогубцы и стеклорез. И этого достаточно для того, чтобы начать. Покажу вам сейчас на примере. Сделаю поудобней. Стекло видно на турнетке. Итак, беру стекло и вырезаю основу. Обязательно перчатки. Стеклорез я смачиваю в специальной жидкости. Жидкость для стекла. Можно ее заменить на керосин. Но она продается вместе со стеклорезом. Ее можно купить. Жидкость для резки стекла. Итак, я беру наш стеклорез как ручку. И веду вперед. Ровно перпендикулярно стеклу. Веду стеклорез. Не заваливаю его вправо, влево. Ровненько веду. Итак, рез стекла есть. Вот здесь он у нас процарапал линию. Надламываем. Вот стекло. Готово. Отрезаем. Еще. Готово. Вот так несложно режется стекло. Чем тоньше стекло, тем проще его резать. Смачиваю еще раз в жидкости. Вот наша основа. Основа она готова. Возьмем теперь цветные стеклышки. Допустим, такое. Нарежем полосочки. Мелкие детали уже сложнее отламывать. Берем плоскогубцы и рядом с прорезью я захватываю и отрезается у нас такой кусочек. Отламывается. Попробуем еще тоньше. Готово. Вот из таких мелких деталей можно собирать рисунок. Готово. Возьмем другое стеклышко. Также есть в продаже и крошка, и разные-разные чипсы. Так называемые стеклянные. Стеклянная лапша. То есть, те стекла в той форме, в которой вам удобно будет применять для работы. И вот теперь стеклышки, которые у меня отрезаны. Я формирую из них рисунок. И отправляю в печь. Прежде чем положить в печку на подложку, я буду подклеивать. Чтобы оно не съезжало. Если же мы используем эскиз или рисунок для нашей работы, тогда уже вырезаем четко по рисунку, по эскизу. Вот и все. Осталось положить в печь и, соответственно, запечь. Продолжение следует... Продолжение следует...